Это индийский тук-тук, моторикша. Алива, сколько берешь? На тебе денежку. Все, все, поехали. Садитесь, мы выезжаем. Вот мы вышли на самый край пирса. Там уже маяк вдалеке. И начинаются жилые виллы, которые выходят на океан, на Карибское море. Какая красота. Везет кому-то. А еще, смотрите, стоят три самые большие и крутые яхты. Очень красивые. Мне особенно нравится вон та дальняя серая. Она прям такая пафосная-пафосная. А вот эта серая больше похожа на какой-то военный корабль. На таких бы яхтах я бы отправилась в кругосветное путешествие с большим удовольствием. Хочешь такую, Олива, яхту? Хочешь такую? Нет. Нет? Ну ладно, тогда покупать не буду ее. Олива не хочет. Мама хочет такую яхту. Олива, а ты хочешь? Да. Да, пап. Вот такую серенькую, которая дальняя стоит. Будем откладывать. А здесь вы, кстати, можете арендовать яхту, ту, которую хотите. Ну, которая, естественно, в доступе. А вон яхта отплывает. Поплыли, ребята, покататься. Круто! Кстати, доминиканский флаг. Уно. 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 Ну все, мы здесь нагулялись. Оливия у нас уже хочет спать. Я тоже уже хочу спать. Поэтому мы идем до нашего гольф-кара и едем домой. Сегодня Оливия встала в 6.05. У нас ничего не меняется. Стабильность. Признак успеха. Они причем уже с утра попали даже в бассейн. Можно спать в твоем бассейне и попали. Конечно, можно. И в джакузи, и в бассейне. Здесь очень здорово. Тут прям действительно отдельный город со своим магазином, со своим кинотеатром, аптекой, со всем-совсем. И причем довольно-таки большая территория здесь. Можно прям заплутать. Но домики есть очень шикарные. Там красивые. Все, мы поехали домой. Аккуратно, Алива, держись. Все, едем. Ленчик обедает. Что ты ешь? Гранулу. И смотрю, как вы купаетесь. И идем к Аливе. Алива уже папу зовет. Давай, показывай, как ты умеешь плавать. Переплыви весь бассейн. Аливе плавает с двух месяцев. Но последние полтора года или год, да, мы уже уроки не берем. У нас потому что не получается. Так бы она плавала бы еще лучше. Аливе пытались положить спать. Она говорит, я спать не пойду. Я пойду плавать. У нас обед, Ленчик. Да? Да, Ленчик. Покажи свои крутые шорты. Еще такие шорты никто не видел из наших подписчиков. Ну, покажи, ну, стань. Да, это шорты. Мы когда шли по Франции, все даже француженки больше всего смотрели не мужчины, а сами девушки на такие шорты. Да. А если девушки смотрят на одежду, значит, они что? Прицениваются и оценивают очень хорошо. А вот когда смотрят одни мужчины, тогда это уже будет вульгарно. А вот наш обед. Кукуруза на мангале мы вчера сделали, перец и семга. Конечно же, Ленчик вот этот маленький кусочек, а мне большой. Ленчик же маленькая. Ну, я не спорю, нет, мне маленький, конечно. Все. И будем смотреть на прекрасный пейзаж. А Оливия пока у нас спит, у нее сунь час. Не, ну, блин, да? Надо здесь оставаться жить. Менять квартиру на дом. Давай обмен предложим. Наша квартира съемная на дом. Хочу пофотографироваться. Пофотографироваться, ну да, надо. Тогда мы уезжаем. В Бавара опять, ну, в Пунта-Кану. Опять будем не миллионерами. У нас была мини-экскурсия на пожарную станцию. Ну, там, кстати, кто-то есть. Вообще, можно было, конечно, попросить показать. Мы сейчас через Гольт-Поле поедем домой. Папа нас завезет домой, а потом заедем с другой стороны. Да, Леба? А я поеду паковать. О, нам тут вообще близко. Все. Мы приехали домой. Пойдем домой. Пока, мама. Пока. В общем, они меня высадили. Что? Маме хочет. Ладно, я там. Всё, Олива опять поменяла своё решение, как истинная девочка. Два раза меняет решение за пять минут. Всё, давай, я сам припаркуюсь. Ну всё, папа, давай! Мы с Оливой приехали домой. Папа сейчас к нам приедет с другой стороны. Сейчас мы здесь зайдём в дом. Всё, Олива, побежали папу встречать. Сейчас у нас папа приедет. В общем, что хочется сказать. Жизнь у миллионеров очень хорошая. Это у нас ещё здесь нет стафа. Здесь ещё у ребят стаф есть. Уборщики, частички бассейна, садовник. Повар. Жизнь действительно у миллионеров интересная, необычная. И нам такая жизнь очень-очень нравится. Давай папу встречаем. А вот и папа наш приехал. Я тут папу говорю, что нам жизнь миллионеров очень понравилась. Это естественно, кому не понравится. Очень классно. Так, что вы здесь делаете, девочки? Огурец ешь? Ты тоже огурец ешь? Да. Вместе с мамой? Да. И смотрим современного колобка? Да. И ещё мы допекаем курицу. Не буду открывать. Посмотрим, что получится. Мы... Вообще мы планировали это всё сделать на огне. Но почему-то наши угли не разгорелись. Новые. От вокзала другие. Я какие-то купил каменные угли. Я их заколебался разжигать. В итоге я на это плюнул всё. И... С углями в Доминикане вообще проблема. То есть, наш вот шашлык, его не получится вообще сделать здесь. Потому что здесь угли не берёзовые. Это мы привыкли всё в России, да, на Украине жарить на берёзовых углях. Поэтому у нас некий аромат имеет мясо. Здесь такого не достичь. Здесь уголь пахнет совсем по-другому. И получает не такое вкусное мясо. Поэтому я здесь, во-первых, пользуюсь газовым дрилем. Он мне полюбился. Потому что я вот два дня здесь мучаюсь. Я вчера еле-еле зажёг, конечно же, да, уголь. Но он был такой противный по запаху. Я купил два попробовать. Обычный, который я брал всегда. И необычный, каменный. Я думал, может он какой-то будет запах иметь другой. Он у меня вообще не разгорелся. Но тем не менее, рыба у нас вчера получилась очень вкусная. Да, рыба вкусная. Но ты всё равно почувствовала, что нет этого такого запаха. Я даже перец в болгарске пожарил. Он не имеет этого аромата. Как вот, если мы будем в России. Потому что у меня в Доминикане берёзовых куклей. Да. А я ещё, кстати, сегодня... Сейчас покажу. Мы завтра ещё здесь находимся примерно до четырёх... До трёх, наверное, потому что нам час-двадцать ехать до Бавара, чтобы нам вернуться до комендантского часа. И уже в понедельник вечером будем здесь. Подожди, покажи меня сначала. Я думала, что я такая умная. Что я соберу в лёгкую мозаику на тысячу деталей за один вечер. Ага. Я, в общем, переоценила свои возможности. Я собрала буквально маленькие частички и всё. Всё, у нас приготовилась курица. Мы налили себе вино белое с курицей. Курица вот такая вот. С картошкой. Вон, Ленчика, то же самое. Мы сейчас будем смотреть, наверное, фильм. Да. Какой-нибудь. Да. Всё, у нас такой вот стол на десятерых. Мы вдвоём за ним. Всем доброе утро, Олива. Забыли снять завтрак. Настолько были голодные, что съели всё. И вот остались у нас только рожки до ножки. Остался только кофе. И всё, всё остальное съели. Олива у нас уже поплавала в бассейне с самого утра. Она своим традициям не изменяет. Да, Олива? И уплывала от папы. Что ещё? И уплывала от папы. Уплывала от папы. И уплывала от папы. Ох, в общем, такие вот дела. Оливия пошла изучать гольф-поле. Там, кажется, подстригают газон. Их стало интересно. После завтрака Олива у нас опять пошла купаться. Это, похоже, бесконечный процесс. Вау! Намочи! Меня мочил! Ну ладно, ничего страшного. Высохнет. Я тоже так говорю. Ай-яй-яй, папа. Намочил ребёнку волос. Это бомба. Папа, папа. Ай-яй-яй. И мама. Ну не надо маму. Маму не надо. Мама одета. Давно переместились в джахузи. Это джахузи. Что-то сегодня у нас опять пасмурно. Мы ехали-ехали, ехали-ехали. И приехали вот в такое красивое место. Посмотрите. Здесь рифы, океан. Но к океану подходить нельзя. Мы хотели подойти к океану. И тут же приехали два охранника. Но они нам ничего не сказали, потому что мы просто фотографировались. Но к океану мы решили не подходить. А это куколки пластырь. Пластырь? Куколки пластырь. Это у куколки пластырь. Да. Это моё. Олива у нас тут собрала листочки красивые. Следом за нами ещё одна пара сюда приехала. Остановились и любуются красивым видом. Здесь все подъезжают, фотографируются. Потому что здесь реально удивительно красиво. Они его улиточек собирают, вот таких. Они все живые, просто сейчас спят. Мы их сейчас на камушки положим и всё. Ну давай быстрей. Это всё что ли? Это всё? Это реально всё? Давай, 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 давай. Я не догнал их. Мы накатались на гольфкаре. Сейчас охладимся в бассейне. И дальше поедем домой в Пунта-Кану, потому что сейчас скоро будет комендантский час. И нам нужно добраться до его начала. А ещё мы, знаете, что поняли, что нам тут очень понравилось. И мы ещё не изведали все, так сказать, тайные уголки Касса-де-Кампа. Ещё здесь очень-очень много мест. Поэтому мы, скорее всего, на следующие выходные приедем опять сюда, в Касса-де-Кампа. У нас вот такой вот обед. Курица с запечённой картошкой. Получилось безумно вкусно. У нас ещё один обед. Обед уже из манго и папайя. Я бы сказала, это полдник. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА